Всем огромный привет! Решила я снять очередной такой бьюти-болтологический влог. Девочкам некоторым понравилась эта идея. Посиделок на кухне с кружечкой чая. Когда я болтаю, девочки пьют чаек и слушают. Как бы так получается, общаемся. Дело в том, что тему, какую я выбрала, это снова лаки. Как бы это ни было удивительно, я далека от вообще маникюрной темы. Но тут так получилось, что в последнее время я решила не делать гелевые ногти, а какое-то время поносить лаки. Потому что они у меня все-таки есть. Я их покупала для того, чтобы ножки были в красивом состоянии. Там тоже ноготочки есть. Ну и у меня мама время от времени тоже пользуется лаками. И я решила, что надо менять лаки, попользоваться ими. Ну а потом надоест, опять буду делать коррекции, буду гель наносить уже в лампе. Наверное, 6 дней назад я нанесла вот этот лак. Несколько роликов с ним снимала. И меня девчонки некоторые спрашивали, что за лак, потому что понравился цвет. Действительно цвет красивый, смотрится хорошо. Я хочу похвалить этот лак. В отличие от многих девчонок-блогеров, кто занимается лаками и понимает в них больше значительно, чем я, я, конечно, в этом отношении полный профан. Мало что знаю о лаках. Но вот, тем не менее, я пользовалась гель-лаком. Вот так о нем тут все написано. Он действительно долго держится и быстро сохнет. Вот так он называется. У него есть наверняка номер какой-то. Нет, вот так, да? Я вот так поближе покажу. Ну, а вы там все увидите. Вот такой лак. То есть, вот он у меня был на ногтях все это время. 6 дней. Сколов нет. Но если приглядываться, видите, уже краешки требуют обновления. Он даже тут отрос. Интересно. Даже подрос. Но, тем не менее, все равно требует уже обновления. И я хочу точно таким же сейчас воспользоваться. Только такой более светлый тон. Розовый. Перламутровый. Такой немножко как ракушечный, да, вариант. Вот. Вот так они смотрятся. Люблю я вот эти лаки. Нравятся они мне. Оба. Ценовая категория. Смысла нет говорить. Потому что у нас очень дорогие, хоть и провинции, дорогие магазины. Нет таких сетевых больших магазинов, где, может быть, скупают большим оптом. И все дешевле. У нас в районе 150 рублей вот такие лаки стоят. Может быть, конечно, это их и есть цена. Ну, вот. Тем не менее. Мне кажется, сколько тут? 10, либо 12 миллилитров, наверное. Ну, я показывала поближе. Наверное, там было видно. Ну, давайте я вот сейчас нанесу. И поближе вам уже покажу, как получится второй лак. Это снова я. Я вернулась. Накрасила я ногти вот этим лаком. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот такой интересный цвет. Так он смотрится. Мне кажется, очень нежно, красиво получается. Действительно, хоть и в розовый отлив уходит, но вот эффект раковины, именно перламутра внутри раковины, очень даже сохраняется красиво. Нанесла я в два слоя. Ну, если вот этот мне, конечно, нравится больше, на мой вкус, мне вот с этим комфортней. Но это тоже имеет место быть, очень симпатичный. В общем, такие лаки, я думаю, что если даже я сама увижу еще, может быть, я еще пару цветов себе прикуплю, потому что они достойные и очень хорошие, плюс стойкие. Давайте я покажу еще, какой тон у этого лака. Нашла я, тон пишется в самом низу. Тут 15 мл. Давайте так поближе. И вот, собственно, там внизу 1679, да, вот такой большой номер у тона. И, не знаю, показала ли я первый до конца, но давайте тоже поближе еще раз покажу. 1635, если я правильно вижу, то вот так. Класснючие лаки. Довольная я. Очень нравится. И сейчас прям удовольствие получаю от того, что есть возможность менять лаки. Все равно поэтому как бы скучаешь. Кто-то из девчонок спрашивал, зря я не показала то, что у меня здесь есть. У меня тут практически один Эйвен. Из интересных, вот из недорогих, мне очень нравятся еще лаки от Жан-Мишель. Но они, смотрите, по цветовой категории очень похожи, да. Вот такие. Я их покупала в фикс прайс. Совсем не жалею. За 50 рублей настолько хорошие лаки. Нравятся. Они там периодически продаются. И я прям рада, что я купила. Так. Из интересных. Вот этот очень люблю. Лак. Мне его присылала Наташа Черных. Привет, Натуль, если смотришь. Это профессиональный, насколько я знаю, лак. Он красный. Помаду красную я не ношу, а лак вот с удовольствием ношу. Нравится. Так, ну и от Эйвен мне нравятся вот эти два лака. Так. Они темненькие. Похожие между собой. Сиреневые, уходящие и с блестками. Вот этот у меня тоже был неделю назад в роликах. Магик. Магнитный мелькал. А этот я еще не красила. Надо будет тоже им как-нибудь накрасить. Ноготочки. Так. Из интересного, что у меня еще есть. Ну, это не больно интересный. Он мне попадался в какой-то коробочке. Красоты. Приехал. По-моему, это была лимитированная серия этого лака. Но я им не красила. Не знаю. Может, один-два раза только. Я не очень люблю такие цвета. Вот этот лак тоже в коробочке приезжал. Энни. Вот такой. Тоже пару раз покрасила. Не очень люблю такой цвет. Ну и... Ногти только свеже накрашены. Боюсь повредить. И вот такой от Фаберлик. Вот такая малышка. Недавно она была новинкой в Фаберлик. Тоже вот. Сейчас буду пользоваться. Я все на ножке. Теперь смогу вот и на ручки побаловать. Ручки такими лаками. Ну, из интересного. Я не знаю. Ну, вот от Тянда еще может интересный. Цвет диска. У меня его прямо совсем немножко осталось. Я его даже разбавляла уже прозрачным лаком. Ну, вот. Так. От Тянда. Диска. Вот такой. Все. Остальное старенький от Эйвен. Мало интересные. Даже красные есть. Но этим я не пользовалась. И еще по-быстренькому. Знаете, что хочу девчонке показать. Давайте я это уберу коробочку. Тоже часто спрашивают. Особенно в пустышках. За сколько я времени там трачу. Тоник или еще там что-то такое. Мицеллярку. У меня это все уходит очень медленно. Вот. Я тут вдали поставила. Ящичек, которым я пользуюсь. В котором всегда находится мой уход. Так. Раз поближе вам поставлю. Покажу. Вот так вот он выглядит. И тут все мои тоники. Мицеллярки, смывалки, умывалки. Вот все у меня находится здесь. Давайте я покажу, чем я пользуюсь. Во-первых, смываю макияж. Я сейчас вот таким двухфазным средством от Фаберлика. Это подарок. Скоро вот он у меня будет в пустых баночках. Но медленно. У меня это все уходит очень медленно. Если макияж не сильно такой стойкий и яркий, то я сейчас пользуюсь вот таким молочком от Green Mama. Это вообще, мне кажется, на год продукт. Потому что нужно вот буквально одно нажатие, маленькую лужицу и смываешь весь макияж. А его тут 300 миллилитров. Конечно, это просто колоссальный объем. То есть оно у меня будет очень-очень долго заканчиваться. Следующее средство. Это, наверное, покажу мицеллярку. Вот такая мицеллярка от Ифраше. Это тоже... Это все подарки практически у меня тут. Такие мицеллярки, они не смывают, как хотелось бы, макияж с глаз. Поэтому, почему у меня долго все и работает, макияж с лица я смываю вот такими средствами. А это только глаза. То есть, а лицо уже идет мицеллярка. Она у меня новенькая, только-только я ее начала. Тоже еще вот только-только начала вот такое средство, как оно мне понравилось. Это от Комплимент. Вода для умывания и снятия макияжа. 250 миллилитров. И аромат приятный. И так приятно она умывает. То есть, после нее, по сути, ничего не надо. Давайте вот так покажу. Для меня это новинка. Очень-очень понравилась. Тут спирта не содержится. Использовать утром и вечером. Можно его даже в формочке для льда замораживать и умываться. То есть, не требует смывания. После него уже ничего не надо умываться, там наносить. Тоники. Первый тоник у меня обогащенный. Анти-эйдж. От Натура Сибирика. У меня его вот столько. Это классный тоник. У меня есть маска. Тоже вот прямо точно такая же. От Натура Сибирика. Тоже анти-эйдж. И я люблю вот маску с тоником с этим сочетать. Но сейчас я его пока отставила. Честно, мне его немножечко жалковато, конечно, быстро тратить. Он у меня... Ну, время от времени я его использую. Второй тоник. Вот. Ну, вот после этой мицеллярной воды уже вот хорошо вот этой умывалкой. Либо идти умываться. Потому что мицеллярки я смываю. Дальше. Тоник, которым я тоже пользуюсь сейчас вот, наверное, активнее всех. Это тоник для сухой и нормальной кожи. Земляника Череда от Грин Мама. Вот. У меня его тут тоже меньше половинки осталось. Но тут тоже 300 мл. Конечно, Грин Мама такие объемы делает большие. Что я вот им, например, пользуюсь с ноября, ноябрь, декабрь, полянваря. И вот всего-то. Ну, ничего. Это даже хорошо. Чем дольше работает, тем на дольше хватит. Так, еще один тоник. Это когда у меня проблемы с лицом. Может быть, когда высыпание. Тогда вот этот спиртовой тоник от Эйвен у меня идет в помощь. Не так давно у меня один такой закончился. Открыла следующий. Бывает так, что просто исключительно один лоб я им протираю. То есть лицу не надо, а вот лоб очень просит. Ну и также я сейчас открыла и вот этот отставила в сторонку. Открыла вот этот пропеллер. Салициловый лосьон от прыщей. Ну, он уже намного лучше. Ежедневное очищение. Мне нравится, вот как после него себя ведет кожа. Такое чувство, что просто по щучьему велению прыщи-то уходят. Замечательное срезо. Вот оно мне понравилось очень прямо. Довольно, что купила. Теперь, познакомившись с этим, я это покупать не буду. Вот этого достаточно. Очень оценила я вот в последней коробочке красоты. Пришла вот такая имбирная вода. Очень жаль, что она у меня чуть-чуть вытекла в поездке, пока ехала. Классная вода. Она идет с ионами серебра, по-моему. Ну да, тут с серебром написано. Настолько она мне понравилась. Лицо после него. Как будто вот и маску сделал. И уже там и напитал чем-то. Я не знаю. Ну, просто настолько нежное. Вот как у ребенка. Вот такое лицо. И после этой водички мое лицо даже не просит крема. Ему как бы достаточно. Она такая прямо классненькая становится. И еще одно средство. Саватари Флейм стоит у меня вот такое вот. Им я пренебрегаю, если честно. Это идет освежающий спрей для лица. Его надо закрывать глаза и распылять на кожу лица. Ну вот не могу я подружиться с такими средствами. Поставила сюда, чтобы просто протирать. На ватный диск впрыскать и протирать лицо. После вот этой имбирной воды буду это проделывать вот с этим средством. А вот когда надо что-то прыскать в лицо, не могу себя заставить. Мне уже как-то совсем этого делать не хочется. Вот такой вот у меня, я не знаю, уход на данный момент. То, чем я смываю макияж и обрабатываю лицо. Естественно, есть еще у меня умывалки, пенки, кремы, маски для лица. Но сейчас решила поделиться именно этим. Вот такая сегодня у меня получилась бьюти-болталочка. Поменяли мы с вами лак для ногтей. Немножечко поболтали, посидели, попили чайку. Надеюсь, со мной было интересно. И встретимся уже в следующий раз также у меня на кухонке. Всем спасибо за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok